Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такой замечательный наборчик. В зависимости от того, как вы украсите шапочку и снуд, то будет, скажем, подходить как для девочки, так и для мальчика. Я выбрала совсем простой узор. Это переплетение крупных жгутиков и меленьких. Прикрепила, как вы видите, бабочку, соответственно, я вязала на девочку. Вы же можете связать, исходя из света и того, как вы будете украшать, связать как на мальчика, так и на девочку. Данный наборчик у меня связан на девочку полтора годика с окружностью головы 47 сантиметров. Вы же можете варьировать, исходя из своей плотности вязания, на разные размеры. Чуть больше, чуть меньше. Если вы возьмете спицы покрупнее, то, соответственно, получится размер побольше. Если у вас получаются жгутики, скажем, по плотности сильнее, чем вы вяжете резиночку, то рекомендую вам взять спицы покрупнее размер. Я же, как вы видите, вяжу достаточно свободно, поэтому, в принципе, эти номера спиц, которые я использовала, получаются достаточно свободно. Что хочу сказать по поводу комплектика. Ушло на весь комплект практически два моточка. Видео на снуд я оставлю ниже в описании ссылочку под этим видео. Вот, а сегодня мы с вами свяжем шапочку. Заранее извиняюсь за цветовую гамму, но такая была заказана. Я постараюсь максимально вам подробнее объяснить, как и что где вязать. Вот, конечно же, не забудьте лайкнуть и приступаем к вязанию. Вязать я буду пряжей Alize Lanagol 240 метров 100 граммов полушистяная пряжа. Более подробно в этой пряже есть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Далее нам понадобится два номера спиц. Это номер 3 для вязания резиночки и номер 3,5 для основного вязания. У меня номер 3 это чулочные спицы. Мне будет удобнее замыкать круг вязания и вязать резиночку спицами чулочными. Затем я перейду на круговые спицы с очень коротенькой лесочкой. Нам понадобится также крючок, ножнички и сантиметр. Для начала вязания нам нужно набрать количество петель кратное 4, то есть резиночки 2х2. Я буду набирать 88 петель, которые отлично делятся на 4, плюс одну петлю для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Начальные 2 петельки я набираю на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю нужное количество петель. Также для удобства я буду набирать на 2 пары спиц, поделив общее количество петель ровно пополам. То есть для того, чтобы нам потом было удобно замыкать вязание в круг. После того, как мы набрали нужное количество петель, теперь я каждую спицу делю на 2 части. Пока я не считаю количество петелек, я визуально распределяю каждую из наборочных спиц пополам. Вот так. И теперь мы должны замкнуть вязание в круг, не перекрутив наборочную косичку. Вот она у нас наборочная косичка. Положите спицу таким образом, чтобы она не была перекручена. Потому что в дальнейшем, если у вас получится перекручивание, у вас пойдет вязание восьмерочкой и придется распускать изделие и переделывать. Теперь берем в руки первую спицу и четвертую. То есть на которой набраны у нас первые петельки в левую руку и на которой набраны последние петельки в правую руку. Вот этот хвостик мы отправляем наверх. Рабочая ниточка у нас снизу под рабочей спицей. И теперь берем, переносим к последней набранной петельке, к первую набранную петельку. Они у нас хорошо видны. И теперь отправляем последнюю, накидывая на перенесенную первую петлю. Вот так вот. И у нас оказывается последняя, та лишняя петелька между первой и второй набранной петлей. Обратно возвращаем первую петлю ко второй и подтягиваем спицы. Теперь затягиваем короткий краешек ниточки на себя, рабочую нить от себя. У нас получилось, что та лишняя петля сократилась способом перекидывания между первой и второй наборочной петелькой. И все у нас теперь изначально нужное нам количество петель осталось по кругу. Теперь хвостик наборочной косички я отправляю к рабочей нити и беру в руки пятую рабочую спицу. И теперь далее смотрите, мы должны связать первый ряд распределения резиночки 2х2, то есть чередование двух лицевых и двух изнаночных по всей окружности. Я начинаю вязать двумя ниточками, то есть рабочей хвостиком, для того, чтобы спрятать наш хвостик ниточки. Итак, вяжем 2 лицевые, далее 2 изнаночные, снова 2 лицевые, хвостик я бросаю, он уже у меня завязан. И далее продолжаю вязать 2 изнаночные, снова 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее. Чередуем до конца ряда 2 лицевые, 2 изнаночные. Так как у нас количество петель кратное 4, то ряд у нас должен начинаться с двух лицевых петель, а заканчиваться двумя изнаночными. Также для удобства рекомендую вам повесить либо маркер, либо булавочку в начало ряда, то есть между первой и четвертой спицей. Для того, чтобы в дальнейшем вы просто видели, где у вас начинается ряд, где заканчивается. Можете взять отрезочек контрастной ниточки. При вязании на 4 спицах очень важно, чтобы на изделии потом не было разделительных полосочек. Поэтому рекомендую вам каждую спицу, если вы вяжете точно так же, как и я на чулочных спицах, начинать с двух лицевых и заканчивать на двух изнаночных. И так абсолютно, абсолютно каждую. Неважно, распределите вы по определенному количеству, чтобы было кратное 4, либо же именно непосредственно на 4 части разделите. Но я вам рекомендую начинать именно с двух лицевых и заканчивая двумя изнаночными. Тогда у вас получится аккуратные, потянутые, красивые края в начале каждой спицы и не будет никаких полосочек. Я довязала первый ряд до конца, ряд распределения. И теперь по петелькам, которые я связала в первом ряду, я так и буду продолжать. Над двумя лицевыми вязать две лицевые, над двумя изнаночными две изнаночные. Лицевые я буду вязать за вот эти передние стеночки. Вот так вот две лицевые. А изнаночные я буду вязать за дальние стеночки. Это очень важно для тех, кто хочет, чтобы при отвороте нашей шапочки, а это у нас первая часть отворота резиночки, чтобы с лицевой стороны не получилось таких вот некрасивых косичек. То есть лицевые мы вяжем за передние стеночки, изнаночные изнаночными за дальние стеночки. Все по рисуночку, какой распределили в первом ряду. И тогда у нас и с лицевой, и с изнаночной стороны получатся обе стороны красивые и равномерные косички. И вот так я буду продолжать вязать резиночкой 2х2, чередуя две лицевые и две изнаночные. До нужной нам ширины. Я люблю резиночку пошире, поэтому я буду вязать ширину не менее 6 см. Может даже 7 см я посмотрю по ходу работы. Это мы вяжем сейчас первую часть отворота шапочки. То есть какую вы хотите иметь ширину резиночки, и поделите ее пополам. То есть если хотите, можете вязать сразу же, допустим, если 6 см отворотик, то 12 см резиночки. Но я вам покажу, как я сделаю переход для того, чтобы резиночка имела четкий отворот, и тогда нам проще будет вывязывать непосредственно уже и ушки на шапочке. Связав нужную ширину резиночки, у меня получилось 6,5 см. Я вместила 18 рядочков резиночкой 2х2. Далее нам нужно сместить резиночку и чередовать не 2 лицевые и 2 изнаночные, а уже 2 изнаночные и 2 лицевые. То есть как бы со смещением на 2 петли. У нас раппорт узора составлял 2 лицевые и 2 изнаночные. Теперь над двумя лицевыми я предлагаю вам вязать 2 изнаночные, а над двумя изнаночными 3 и 4 петлей вязать 2 лицевые. Это нам нужно смещение для того, чтобы получился четкий изгиб, отворотик резиночки ровно максимально по центру. И вторую часть резиночки я вам предлагаю связать уже. То есть, к примеру, если у вас первая половина 6,5 см, как у меня шириной, то вторую половину я предлагаю вам связать на 5 рядочков меньше. То есть первая 18 см, вторая 13 см. Это для того, чтобы нам добавить незаметно максимально петельки для раппорта вывязывания уже основного узора. И как бы узор выходил из-под нашего отворотика первой части нашей резинки, скажем. То есть сейчас получается я связала 18 и 13 рядочков вторую часть и начинаю добавлять петельки. Изначальное количество, которое мы с вами набирали, это 88 петель. 88 не делится на раппорт узора, полный нашего основного, которого составляет 12 петель. То есть 88, если мы поделим на 12, наш раппорт узора это получается 7 целых, 33, 33, 33 и так далее. То есть не хватает до полного одного раппорта. Для полного раппорта нам нужно количество петелек, самое ближайшее это 96. То есть 96 будет отлично делиться на 12. Вот, то есть и будет полное количество раппортов 8 по окружности головы. Вот, если мы сейчас добавим до 96, то нам не хватает 96 минус 88, 8 петель. Вот эти 8 петель нам нужно равномерно добавить по всей окружности резиночки. Если мы 88 изначальные петли, которые мы набирали для резинки, поделим на равномерных 8 петель, которые мы должны добавить, то получается из каждой 11 петли мы будем добавлять, вывязывать 12 петлю. Хотите, можете вывязывать, скажем, уже параллельно распределять петельки, но я предлагаю вам в этом ряду сначала добавить петли для полного раппорта, из каждой 11 петли вывязывать 12, а затем уже распределять петельки на основной узор. Для этого мы берем, вяжем также по рисунку, как у нас ложатся петельки. У меня начинается, как вы видите, после смещения с двух изнаночных петель, то есть 2 изнаночные, 2 лицевые, это 4 петли, 2 изнаночные, 2 лицевые, это 8 петель, 2 изнаночные, это 10 петель, мы уже, получается, с вами связали, а из 11 петли мы вывязываем 11-ю, 12-ю, то есть делаем добавление. Если вы посмотрите на ряд ниже, вот она петля, под лицевой петлей, мы вывязываем из петли на ряд ниже одну петлю и далее довязываем просто эту лицевую, то есть мы связали первых 11 петель и добавили 12-ю. Снова повторяем, лицевая, 2 изнаночные, это 3 петли, 2 лицевые, это 5 петель, 2 изнаночные, это 7 петель, 2 лицевые, это 9 петель и 2 изнаночные, это 11 петель. Нам нужно 10-ю довязать изнаночную, а из 11 петли на ряд ниже, вот он у нас, на ряд ниже петелечка, и вывязываем одну лицевую и из изнаночной петли вывязываем изнаночную. То есть, получается, мы с вами связали снова 11 петель и из 11-ой вывязали 12-ю петель. Вот так я буду чередовать до конца ряда. Вязать по рисунку 10 петель, это 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 петли, 2 лицевые, 2 изнаночные, 8 петель, 2 лицевые, это 10 петель, и из 11-ой вывязываем на ряд ниже одну лицевую, и вот в данном случае это изнаночная, то вывязываем изнаночную над изнаночной. И вот так я буду чередовать до самого конца ряда. Из 11-ой петли вывязываем на ряд ниже одну петельку. Если у вас получаются вот такие большие дырочки, то я предлагаю вам вязать вот это прибавление максимально туже. И в следующем ряду, при вязании следующего ряда, вязать вот эти петельки добавочные перекрещенными, для того, чтобы все-таки не было этих дырочек. Но в принципе, я вам скажу честно, эти дырочки не будут заметны. То есть, все будет достаточно хорошо, и вот этот ряд расширения петелек будет уходить под отворотик резинки. После того, как мы добавили нужное количество петель для полного восьмого рапорта, сейчас мы начинаем вывязывать первый ряд для того, чтобы распределить петли для основного узора. То есть, мы сейчас будем делить на рапорт, который составляет 12 петель. Это 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные и 6 лицевых. То есть, вот так вот будут делиться наши петельки на рапорт узора. Для того, чтобы спица моя не создавала условия хорошие, дискомфортные, я ее вставляю, и, как вы видите, я меняю спицы на размер побольше. То есть, мы делим уже подна платформочку основного узора наши петельки и меняем спицы на размер побольше. У нас первые петли идут 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так и вяжем первые 6 петель по рисунку. 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Далее нам нужно связать 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Связали первый рапорт узора, повторяем. 2 изнаночные, 2 лицевые, независимо от того, какой узорчик был ранее, и 2 изнаночные. А далее вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее повторяем. 2 изнаночные, 2 лицевые, спицу отлаживаем в сторону и 2 изнаночные. Чулочные спицы постепенно выходят из работы у меня. И далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И вот так вот распределяем до конца ряда, делая 8 рапортов узора. Повторяя петли, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и 6 лицевые до конца ряда. Добавили петельки, расширили наше полотно и распределили на рапорты узора. Теперь у нас, смотрите, там, где изнаночные 2 петли попарно, всегда будут провязываться 2 изнаночные. А там, где лицевые петельки, мы будем делать перекрещивание, как на 2 лицевых петлях, так и на 6 лицевых петлях. Для начала мы свяжем с вами вот 2 изнаночные в начале ряда. Затем, так как мы уже в предыдущем ряду вязали 2 лицевые при распределении, то в этом ряду мы с вами сделаем перекрещивание 2 лицевых. Для этого снимаем 2 лицевые, не провязанные на правую спицу. Затем на левую возвращаем, заводя перед работой петлю. Сначала первую переодеваем на левую спицу, а за работой переодеваем вторую и ставим на месте первой. И теперь провязываем поочередно сначала 1 лицевую петлю и затем 2 лицевую петлю. Так мы сделали с вами перекрещивание с наклоном в левую сторону. Далее снова у нас идут 2 изнаночные. Мы так и вяжем над 2 изнаночными. 2 изнаночные и продолжая изнаночные вязать, как вы видите, за дальние стеночки, для того, чтобы они не были перекручены. Далее у нас идет 6 лицевых. Мы где 6 лицевых, пока так и вяжем 6 лицевых, ничего не меняя. Это у нас получается просто пока вяжется без изменения. Далее связали наши 6 лицевых петель и повторяем рапорт заново. Там, где 2 изнаночные за дальние стеночки, мы вяжем 2 изнаночные. Там, где 2 лицевые, снимаем непровязанное на правую спицу, переодеваем сначала первую петлю, вторую за работой отправляем на место первой. И провязываем сначала 1 лицевую, затем 2 лицевую. И 2 изнаночные снова довязываем 2 изнаночные за дальние стеночки. Вторую часть рапорта, это 6 лицевых, просто провязываем над 6 лицевыми 6 лицевых. Вот так. И далее снова повторяем рапорт наш узором. Это 2 изнаночные над 2 изнаночными за дальние стеночки. 2 лицевые перекрещиваем с наклоном в левую сторону, для этого снимаем 2 петли непровязанные. Одну ставим сначала вперед, а вторую за работой отправляем на место первой. И провязываем поочередно сначала первую лицевую, затем вторую лицевую. И с другой стороны у нас 2 изнаночные, так и вяжутся 2 изнаночные по рисуночку. И вторую часть рапорта из 6 лицевых, мы так и провязываем 6 лицевых. И будем считать, что это первый ряд нашего узора. Мы хоть и делали ряд распределения, но будем считать, что это у нас сейчас таки первый ряд, в котором мы с вами сделали перекрещивание вот этой маленькой косички, или маленького жгутика из двух лицевых, между изнаночными попарно провязанными петельками первой части нашего рапорта узора. Вторую часть рапорта узора мы не тронули пока. Это просто 6 лицевых петель. Вот так чередуем до конца первого ряда рапорта узора. Завязали до конца первый ряд. И второй ряд мы вяжем по рисунку, как распределяли петельки. То есть над двумя изнаночными вяжем 2 изнаночные. Далее над петлями маленького жгутика так и вяжем 2 лицевые над двумя лицевыми, уже перекрещенными в предыдущем ряду. Далее 2 изнаночные. И там, где у нас вторая часть рапорта из 6 лицевых, так и вяжем 6 лицевых. И далее снова повторяем. 2 изнаночные, 2 лицевые над петлями маленького жгутика, 2 изнаночные и 6 лицевых. Вот так чередуем до конца второго ряда. При вязании 3 ряда мы будем делать перекрещивание и маленького жгута, как делали в первом ряду, там где наклон в левую сторону из 2 лицевых петелек. И делать перекрещивание большого жгута. Для этого я вам рекомендую взять одну из спиц, которыми вязали вот эту резиночку, либо просто спицу для перекрещивания кос. Как вам удобнее, такой и работайте. Я в данном случае буду использовать чулочную спицу. И начинаем вязать третий ряд. Третий ряд очень простой. Достаточно главное запомнить, как он вяжется. Это 2 изнаночные над двумя изнаночными. Дальше делаем перекрещивание маленького жгута. Для этого снимаем 2 непровязанные лицевые петли. Перед работой заводим, снимаем первую петлю. За работой отправляем вперед вторую петлю. И провязываем поочередно 2 лицевые. Вот так мы будем делать перекрещивание снова в левую сторону, как в первом и в третьем ряду. Каждый нечетный ряд. То есть, заметьте, что мы в первом нечетном ряду сделали перекрещивание. Второй ряд мы провязали по рисунку 2 лицевые. Далее в третьем сделали перекрещивание. Четвертый у нас будет по рисунку. То есть, в каждом нечетном ряду мы будем делать перекрещивание маленького жгута. А в каждом четном просто провязывать 2 лицевые. Я больше про это проговаривать не буду. И дальше вяжем 2 изнаночные по рисунку. То есть, первая часть нашего рапорта вяжется без изменения. 2 изнаночные на 2 изнаночными. Перекрещивание и 2 изнаночные. Далее наши 6 лицевых мы также перекрестим в левую сторону. С наклоном влево для этого снимаем на спицу дополнительную 3 первые лицевые петли и отправляем перед работой. Далее провязываем 4, 5, 6 петлю лицевой на рабочую спицу. Из дополнительной спицы подтягиваем 3 оставленные первые петли и провязываем 3 лицевые. Первая, вторая и третья петля лицевая. Так мы связали первый рапорт и продолжаем до конца ряда чередовать такие же самые рапорты. 2 изнаночные провязываем на 2 изнаночные. Далее 2 лицевые перекрещиваем половину жгутика нашего, то есть одну лицевую отправляем перед работой. Вторую за работой поправляем на место первой. И провязываем сначала одну лицевую, затем вторую лицевую. Сделали наклон в левую сторону. Далее 2 изнаночные с другой стороны вяжем над 2 изнаночными петлями. И снова 6 лицевых перекрещиваем с наклоном в левую сторону. Для этого половину жгутика, то есть 3 лицевые отправляем на дополнительную спицу и оставляем их перед работой. Вторую половину, это четвертую, пятую, шестую лицевую провязываем на рабочую спицу. И далее подтягиваем оставленные перед работой 3 петли и вяжем их также лицевыми на рабочую спицу. Провязали второй раппорт и точно так же чередуем до конца ряда данные раппорты. То есть фактически мы делаем одно и то же действие и с маленьким жгутиком и с большим. Первую половину отправляем перед работой, провязываем вторую половину, а затем первую половину оставленную перед работой. Точно так же и в большом жгутике первую половину из трех петель мы оставляем перед работой, И провязываем четвертую, пятую, шестую петлю лицевую. А затем первую, вторую, третью лицевую. То есть вот такие вот самые обычные, как на мой взгляд, жгутики. И получается красивый узорчик в итоге. Вяжем 2 изнаночные. Далее перекрещиваем 2 лицевые. Отправляем перед работой вторую петлю. Вторую ставим на место первой. И провязываем 2 лицевые петли. Далее 2 изнаночные с другой стороны. И на дополнительную спицу мы отправляем первую половину большого жгутика. Это 3 лицевые отправляем перед работой. Провязываем четвертую, пятую, шестую петлю. А затем первую, вторую и третью петлю. То есть как бы получается меняем их местами. И в итоге получается перекрещивание в левую сторону. Все достаточно просто, поэтому вяжем перекрещивание до конца ряда. Довязали до конца третий ряд с перекрещиваниями. И вот такие перекрещивания мы будем делать постепенно. То есть сейчас четвертый ряд. В четвертом ряду, как вы помните, мы не делаем перекрещивание маленького жгутика. А просто провязываем 2 лицевые. Поэтому так и начинаем вязать. 2 изнаночные. 2 лицевые над петлями жгутика перекрещивания. 2 изнаночные. Это первая часть рапорта. А далее у нас было только что перекрещивание в предыдущем ряду большого жгутика. То мы так и будем вязать пока 6 лицевых, как вязали перед передом перекрещивания. Для того, чтобы как бы получается, сделав вот это перекрещивание нахлёст с наклоном в левую сторону, нам сейчас нужно провязать ровное. То есть чтобы получилось как бы из перекрещивания снова расширение. Вот. То есть сейчас вяжем 4 ряд по рисуночку. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. Как вязали до этого, вот в этих рядах начальных. И в частности, также мы вязали с вами 2 четный ряд. То есть четные ряды мы вяжем всегда одинаково. 2, 4, 6, 8 и так далее. Все вяжем одинаково по рисуночку. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. И вот так как четвертый ряд, нам нужно провязать еще до 10 ряда включительно. То есть смотрите, в четвертом ряду мы с вами провязали по рисуночку. Далее точно так же вяжем пятый ряд, шестой ряд, седьмой, восьмой, девятый и десятый. И в начале 11 ряда мы снова начинаем делать перекрещивание большого жгута и параллельно маленького. То есть маленького мы делали в первом ряду перекрещивания, в третьем, в пятом, в седьмом, в девятом. Сейчас мы будем делать в 11 ряду. Каждый четный ряд мы вязали по рисуночку. Это просто 2 лицевые. И снова нам сейчас нужно будет 1 дополнительная спица. И начинаем мы вязание снова с 2 изнаночных в 11 ряду. Далее перекрещиваем маленький жгутик. Первая петля перед работой, вторая за работой отправляем вперед. И провязываем сначала 1 лицевую подряд, а потом 2. Снова 2 изнаночные. И на дополнительную спицу переносим первую часть большого жгута. Это 3 лицевые, которые мы оставляем перед работой. 1, 2, 3. Оставили перед работой. Четвертую, пятую, шестую лицевую вяжем на рабочую спицу. Далее с дополнительной спицы подтягиваем 3 оставленные петли. И также вяжем первую, вторую, третью лицевую. После того, как провязали вторую часть. Провязываем первую часть. Сделали перекрещивание. Далее раппорт повторяем. Две изнаночные. Две лицевые перекрещиваем с наклоном влево. За работой отправляем вперед вторую петлю. Провязали две лицевые поочередно. Затем снова у нас две изнаночные. И на дополнительную спицу переносим первую часть из 6 петель большого жгута. Первую часть оставляем перед работой. Первую, вторую, третью петлю перенеся на дополнительную спицу. Далее четвертую, пятую, шестую провязываем лицевыми. И с дополнительной спицы первую, вторую, третью петлю провязываем также лицевыми. Вот так вот мы провязав в одиннадцатом ряду до конца ряда, чередуя этот раппорт. И у нас получаются вот такие перекрещенные большие жгуты и маленькая вот такая красивая косичка. Вот этот раппорт мы будем повторять, начиная с третий ряд как одиннадцатый. Далее мы вязали с вами четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый ряд. Семь рядочков по рисунку без изменения. Вот. И далее снова мы получается двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый ряд провяжем по рисунку. Чередуя перекрещивание с просто лицевыми петлями в каждом четном ряду, а в нечетном перекрещивании. А далее в девятнадцатом ряду снова сделаем ряд как третий, как одиннадцатый с перекрещиванием. И вот так будем продолжать чередовать вот такие несложные ряды с перекрещиваниями большого и маленького жгутика. А далее я вам покажу, как мы провязав уже непосредственно всю шапочку, будем делать закрытие петель в макушке. Я связала четыре перекрещивания большого жгута и параллельно делала перекрещивание маленького жгутика. Затем после последнего четвертого перекрещивания большого жгута я связала один ряд просто по рисунку. И получается я связала от отворота пятнадцать с половиной сантиметров. Ровнее этого достаточно. Я сейчас перехожу на закрытие петель для нашей макушки. То есть сейчас мы начинаем делать закрытие вот здесь, в начале ряда, там где у нас маркер. Первые две петли у нас идут изнаночные. Далее две лицевые и две изнаночные. Вот там где у нас попарно провязаны изнаночные петельки, мы начнем делать убавления. То есть вот они первые две изнаночные. Мы поворачиваем дальними стеночками вперед. Для того, чтобы нам удобно было провязывать. И за две полупетельки передние провязываем одну изнаночную петлю. То есть у нас получается с двух изнаночных получилась провязанная одна изнаночная петля. Далее у нас идут две лицевые. Мы делаем перекрещивание. Вперед отправляем первую петлю. За работой вторую петлю ставим на место первой. Сделали перекрещивание и провязываем каждую отдельно петлю лицевой. Вот так сделали перекрещивание с наклоном в левую сторону. И далее две идут изнаночные. В этом ряду эти две изнаночные после маленького жгутика мы провязываем по отдельности две изнаночные. Далее по лицевой петле на каждой из шести петелек жгута мы провязываем по лицевой. Вот так. То есть по рисунку. Далее снова у нас после большого жгута идут две изнаночные. Эти две изнаночные мы поворачиваем дальними стеночками вперед и провязываем за две передние полупетли одну изнаночную вместе. То есть сокращаем одну изнаночную петлю. Далее у нас идут две лицевые. Мы делаем перекрещивание жгутика маленького с наклоном в левую сторону. Для этого меняем местами. И вторую ставим на месте первой за работой. Далее поочередно провязываем две лицевые петли и повторяем две изнаночные петли между жгутиками маленькими и большими. Мы пока провязываем по рисунку это две изнаночные. То есть в этом рапорте узора мы с вами будем сокращать две изнаночные провязывая вместе за дальние стеночки повернув их вперед между большим жгутом и маленьким. А между маленьким и большим две изнаночные по рисунку. и так вот продолжаем убавление делать 1 изнаночной петли в каждом раппорте до конца ряда то есть фактически мы сейчас из раппорта берем первую вторую петлю и провязываем вместе 1 изнаночной все остальное мы провязываем по рисуночку перекрещивание маленького жгута в этом ряду мы делаем так как у меня это ряд после провязывания по рисуночку рядом то есть после четного ряда это у нас сейчас получается нечетно можно конечно было бы просчитать но плотность вязания у каждого разное поэтому не имеет смысла вы главное ориентируйтесь по рисуночку и не довязав до конца высоты вашей шапочки где-то два с половиной сантиметра мы начинаем делать убавление на макушке по рисуночку я сначала убавление дело первой и второй петли вместе провязывая изнаночной для удобства я разворачиваю дальние стеночки вперед далее делаю перекрещивание маленького жгутика из двух лицевых провязывая наклон в левую сторону а 2 изнаночные между маленьким и большим жгутиком по рисуночку петли жгута большого 6 лицевых также вяжем по рисуночку вот так я буду делать до конца первого ряда убавления в раппорт дорезав до конца первый ряд в каждом раппорте у нас теперь по 11 петелек вначале идет изнаночная затем петли маленького жгута 2 изнаночные и 6 лицевых в этом ряду во втором ряду макушечки мы будем делать убавление между маленьким и большим жгутом там где 2 изнаночные то есть первую изнаночную над первой изнаночной мы провязываем без изменения далее петли жгутика мы только что перекрестили в предыдущем ряду поэтому это идут две лицевые по рисуночку это четный у нас ряд 2 и по рисуночку раппортом также это четный ряд далее там где 2 изнаночные мы снова разворачиваем дальними стеночками вперед и провязываем вместе 2 изнаночные 1 то есть теперь у нас раппорт сократился на две петли сначала мы провязали в первом ряду убавления двух изнаночных вместе перед маленьким жгутом теперь 2 изнаночные вместе после маленького жгута из двух лицевых вот эти шесть петель лицевых большого жгута петельки мы провязываем пока по рисуночку без изменения то есть здесь мы ничего не меняем далее снова идет у нас второй раппорт начинается с одной изнаночной провязываем одну изнаночную 2 лицевые по рисуночку поочередно и далее следующие 2 изнаночные поворачиваем дальние стеночки вперед и провязываем вместе 1 лицевой это после маленького жгута мы убавляем вторую пару из двух изнаночных провязываем вместе одной изнаночной петлей теперь раппорт у нас составляет до конца ряда 1 изнаночная 2 лицевые 1 изнаночная 6 лицевых третьем ряду макушки мы не трогаем изнаночные петельки и вот эти две лицевые петли жгута маленького мы также не трогаем мы в третьем ряду будем делать перекрещивание поочередно и трогать мы будем лишь только сокращение делать в большом жгутике тот который вот он он у нас 6 из 6 лицевых состоит 1 у нас идет изнаночная так и провязываем изнаночную далее делаем перекрещивание в левую сторону маленького жгута за работой переносим вперед вторую петлю и провязываем 2 лицевые поочередно и с другой стороны 1 изнаночная также вяжется по рисуночку без изменения а далее у нас идут 6 лицевых петли жгута мы будем провязывать попарно каждые две петельки заводим за вторую петлю и первую вторую вяжем вместе одной лицевой так мы сократили одну петлю лицевую из шести далее вяжем третью четвертую заводя за третью за четвертую петлю вместе одной лицевой так сократили мы вторую петлю и точно также вяжем третью пару это пятую шестую петлю заводя за шестую петлю вот так вот провязываем за ближайшие стеночки три пары из шести то есть у нас получается из шести петель лицевых жгутика осталось только 3 лицевые петли теперь раппорт нас наш составляет 7 петель изнаночная 2 лицевые петли жгута изнаночная и 3 лицевые вот так сокращаем до конца этого ряда вяжем сначала изнаночная петля далее петельки маленького жгутика перекрещиваем вторую ставим вперед за работой провязываем 2 лицевые поочередно изнаночная с другой стороны это первая часть раппорта и далее попарно провязываем шесть лицевых петель первая пара далее вторая пара и далее третья пара вот так все вот таким вот образом сокращаем до конца этого ряда четвертый ряд мы свяжем просто по рисунку над изнаночной этой изнаночной петли над лицевыми лицевые петли первая петля изнаночная далее 2 лицевые после ряда перекрещивания 1 изнаночная и 3 лицевые петли большого жгутика четвертый ряд мы вяжем по рисунку который сформировали в третьем ряду убавлениями пятый ряд это нечетный ряд поэтому ряд с перекрещиванием маленького жгутика начинаем ряд с изнаночной петли далее перекрещиваем петли маленького жгутика за работой отправляем вторую петлю на месте первой и обе петли поочередно провязываем 2 лицевые далее с другой стороны вторая изнаночная петля и у нас идут 3 лицевые петли которые у нас были из 6 петель большого жгутика первую лицевую мы так и провязываем лицевой а далее третью и вторую петлю заводя за третью петельку провязываем вместе одной лицевой то есть у нас уже вместо 6 2 петли осталось лицевые и раппорт составляет у нас всего лишь 5 петель изнаночная 2 лицевые перекрещенные маленьким жгутиком 1 изнаночная и 2 лицевые вот так продолжаем чередовать до конца ряда изнаночная перекрещиваем маленький жгутик вторую петлю отправляем на месте первой за работой поочередно провязываем каждую петлю лицевую с другой стороны 1 изнаночная и далее из трех петель первую провязываем лицевой вторую и третью вместе одной лицевой то есть делаем убавление вот так чередуем до конца этого ряда 6 ряд четный поэтому в шестом ряду мы с вами провяжем по рисунку наши петельки единственное что мы будем делать сокращение это из 6 лицевых петель у нас которые остались 2 лицевые петли мы будем провязывать вместе одной лицевой тогда у нас получается раппорт состоит из изнаночной далее 2 лицевые петли по рисуночку после ряда с перекрещиванием 1 изнаночная с другой стороны жгутика и 2 лицевые которые мы провязываем вместе одной лицевой и у нас из 6 лицевых получается всего лишь одна лицевая и красивое убавление в виде вот такого листочка изнаночная 2 лицевые изнаночная 1 лицевая то есть вот они наши 5 петель в прошлый раз я тоже говорила что 5 петелек осталось 6 петелек я ошиблась но теперь у нас точно 5 петелек это изнаночная 2 лицевые петли маленького жгута 1 изнаночная и 1 лицевая с большого жгутика вот так чередуем до конца этого ряда изнаночная 2 лицевые по рисуночку над перекрещенными петлями предыдущего ряда изнаночная и 2 петли вместе провязываем 1 лицевой и получаем вот такой красивый краешек как бы листик завершения нашей большой косички и в седьмом ряду мы сделаем такое убавление из маленького жгутика то есть сейчас мы вяжем изнаночную над изнаночной 1 далее мы должны делать в седьмом ряду ряд с перекрещиваниями маленького жгутика мы точно также меняем местами то есть первую ставим на место вторую вторую подтягиваем на место первой за работой у нас получается мы подвинули перекрещивание как всегда это делали то есть наклоном в левую сторону и поочередно провязывали каждую лицевую петлю но сейчас мы провязываем не поочередно а вместе все две петли одной лицевой у нас получается и перекрещивание в левую сторону и убавление одной лицевой петли из двух у нас получается 1 далее довязываем изнаночную и лицевую петлю то есть мы убавляем в каждом раппорте еще по одной петле и всего из 12 у нас остается 4 петли повторяем 1 изнаночная петля далее делаем перекрещивание жгутика вот так вот за работой отправляем на место 1 2 петлю но провязываем не поочередно а вместе 2 петли одной лицевой у нас получается и перекрещивание и убавление далее до конца раппорта довязываем изнаночную и лицевую петлю вот так довязываем до конца ряда и у нас получается максимальное сокращение всех петелек каждой из частей то есть из двух изнаночных мы вывязали одну изнаночную, из двух лицевых петель маленького жгутика вывязали одну лицевую, из двух изнаночных одну изнаночную и из шести петель жгутика связали одну лицевую. То есть вот так вот максимально сократили наши рапорты и у нас получилось из перехода основного узора в макушечку очень достаточно красиво и аккуратно и постепенно убавление, вот исходя из нашего рисунка. И довязав до конца седьмой ряд, сейчас в восьмом ряду у нас должен быть идти ряд по рисунку, но так как у нас достаточно большое количество петель осталось по кругу, если мы сейчас их все стянем, то получится слишком такое грубое убавление макушки. Я вам предлагаю сделать еще один ряд с убавлениями, для этого мы сейчас будем провязывать изнаночную и лицевую петлю следующую вместе одной лицевой. Снова идет изнаночная лицевая петля вместе одной лицевой. То есть вот так вот поочередно провязываем попарно все петельки вместе, то есть изнаночная лицевая вместе одной лицевой, заводя за вторую петлю. И у нас получается сокращается в ряду все полностью изнаночные петельки. И остается лишь только лицевые петли. Это продолжение маленького жгута и продолжение большого жгутика. И теперь из 12 петель у нас остается в рапорте всего лишь по 2 лицевые петли. Вот так до конца ряда провяжите попарно все петельки лицевые. После того, как довяжите восьмой ряд, я предлагаю вам один ряд связать просто лицевыми петельками. И оставшиеся петельки у меня и 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Я, провязав лицевыми просто петлями, сейчас предлагаю вам стянуть. Для этого есть два способа. Первый это, конечно же, крючок. То есть полностью продев все петельки на крючок можно сделать. Можно второй способ иглой и можно третий способ просто спицы. Для этого провязываем сейчас первую петлю лицевой. Вот так вот. И далее поочередно все петельки, возвращая эту лицевую обратно на ту же самую спицу, поочередно переодеваем на эту провязанную только что лицевую. То есть полностью все петли спускаем на эту первую провязанную лицевую петлю. И вот таким вот образом, это самый простой способ, у вас все петельки окажутся приспущенные на этой одной лицевой петле. Это правда не очень совсем делать на круговых спицах. Я это люблю обычно спускать на чулочных. Можете просто, скажем, обрезать ниточку, вдеть в иголочку и иголочкой продеть сквозь все петельки. Здесь я вот затягивала петли хорошо. Они у меня подтянутые. И вот так вот на эту первую петлю продолжаем переодевать все-все-все по всей окружности петельки. Хотите, можете поочередно. Хотите, можете по две переодевать. Как вам удобно. Так как у меня спицы достаточно маленькие, то, в принципе, удобно переодевать и по две петли. Теперь берем, подтягиваем вот эту оставшуюся петлю. Вот она она у нас. Я убираю спицы, чтобы они у меня не тарахтели. И у меня остается вот она одна та рабочая петелька, на которой приспустились все петли. Для чего я вам предложила провязать один ряд лицевыми петлями, для того, чтобы не было стянутая макушка. То есть, если бы мы сразу после последнего ряда убавления, когда убрали все полностью изнаночные петли, сразу же вот так вот стянули все петли, то получилось очень таким вот пучком. Вот как сейчас я держу пальцы, вот таким пучком. Чтобы его не было, чтобы все было гладко и аккуратно, вот как сейчас, мы провязали ряд лицевыми петлями. А теперь берем эту петлю и подтягиваем, то на крючке вытаскиваем. То рабочую нить подтягиваем. Снова на крючке петлю рабочей нить. И так пару раз сделав, мы берем, подхватываем рабочую ниточку, затягиваем ее. И снова рабочую ниточку, петельку затягиваем. Теперь вот этот хвостик мы отрезаем и вытаскиваем на изнаночную сторону для того чтобы его спрятать. У нас получилась вот такая аккуратная макушка я надеюсь что вам видно несмотря на темную пряжу получилось достаточно аккуратно и красиво из перехода основного узора мы перешли на макушечку и у кого эта макушечка получилось недостаточно красивая в принципе не пугайтесь у вас будет еще помпончик у меня это в данном случае меховой вы можете помпончик сделать из пряжи которая у вас останется там будет достаточно на помпон размера где-то диаметром 8 даже может быть чуть больше чуть меньше сантиметров вот и вот так вот у вас скроется макушка как вы видите получится лишь только красивый узорчик то есть перехода этого последних буквально пару рядочков вообще абсолютно из-за помпона не будет видно неважно никого это или из пряжи вот все теперь отрезаем и меряем шапочку то есть для начала перед тем как вывязывать ушки вам нужно шапочку померить на голове она должна достаточно хорошо сидеть на ребенке то есть не свободно и в то же время чтобы она была подходила по длине то есть закрывала ушки вот и затем мы сделаем ушки с завязочками после того как мы закрепили на макушечке с внутренней стороны ниточку мы сейчас берем делаем отворотик и приступаем к вязанию вот этих ушек завязочек для того чтобы сделать ушки завязочки я вам предлагаю перейти на видео там где более светлее пряжа ссылочку я оставлю ниже под этим видео это вторая часть шапочки розовой нежной розовой каприз вот по ней вы сможете самостоятельно связать вот такие замечательные ушки завязочки вот но перед тем как переходить на следующее видео я вам предлагаю в этом видео сделать точные расчеты чтобы вы наверняка знали сколько петелек вам нужно на ушки так как на шапочки каприз я набирала большее количество петелек на окружности и так нам нужно 88 петель которые мы набирали изначально поделить на 5 равных частей получается не целое число а 17 целых шестьдесят петли каждой из пяти частей мы округляем до 18 петель то есть 18 петель нам нужно взять 1 5 часть это затылочная 1 5 часть это ушка 1 1 5 часть это ушка 2 и 2 5 части это передняя сторона но так как мы забрали 4 десятых на каждую из частей то есть мы округлили до 18 целых петель то на затылочную часть у нас уходит 18 петель целых по 18 петель на ушки но это получилось бы слишком узко ушка поэтому я предлагаю вам из передней части забрать еще по одной петель то есть на затылочную часть 18 петель на ушки по 19 петель и все остальные петли которые у вас остаются уходят на перед но также нам следует учесть то что вот этот основной узор это жгутики маленькие крупные у нас также должны располагаться равномерно по всей шапочке и скажем делать равномерное распределение ушек нам нужно также исходя из основного узорчика для этого нам нужно сейчас на затылочной части найти маркер то есть который мы отмечали начало конец ряда и у нас получается что центральные петли затылочной части это маркер стоит перед двумя лицевыми петлями далее 2 изнаночные 2 лицевые вот это и есть центр нашего жгутика на затылке вот они вот эти 6 петель уходят нам на центр вот этого жгутика вот исходя из этого вот эти 6 петель из 18 мы уже получается забрали 2 изнаночные петли 2 лицевые и 2 лицевые это 6 петель далее 7 8 2 изнаночные 9 10 2 изнаночные с другой стороны 11 12 2 лицевые 13 14 2 лицевые с другой стороны 15 16 это изнаночные 17 18 изнаночные с другой стороны то есть мы получается забираем 1 2 3 4 лицевые полосочки из двух лицевых и 2 изнаночные по краям то есть вот это есть наши 18 петель затылочной части и далее в разные стороны мы отсчитываем с одной стороны с другой стороны по 19 петель на которых будут находиться вот эти ушки все остальные петли у нас уходит на вот эту переднюю часть их меньше чем 2 5 части но этого тоже вполне достаточно для того чтобы не были растопыренные ушки и хорошо скажем закрывали лицо ребеночка ну как бы больше от ветра они будут сохранять если меньше чем 2 5 части на перед и здесь я расположила таким образом наши ушки с одной и с другой стороны чтобы на уровне двух лицевых с одной стороны и на уровне двух лицевых с другой стороны начинались ушки с обеих сторон то есть даже получается здесь мы захватим по одной изнаночной вот так вот то есть вот эти вот части мы будем скажем использовать для вязания ушек как вязать ушки есть видео вот там я вижу на большем количестве петелек здесь я взяла меньшее количество петель но целом ушка вяжется одинаково затем мы закрепляем жгутики и получается замечательная шапочка снимаем маркер если были какие-то присоединения мы обязательно с внутренней стороны фиксируем и прячем и затем просто прикрепляем помпончик сейчас к сожалению камера моя немножечко дает такой вот слепой оттеночек вот из-за темного цвета пряжи и далее мы для удобства сейчас я потянулась а мы для удобства скажем еще и для красоты можем добавить вот такую замечательную брошечку то есть исходя из цвета пряжи исходя из вашего помпона это может быть помпончик из пряжи которые вы вязали шапочку как сделать помпончик есть в отдельном видео ссылочку я оставлю ниже в описании под этим видео далее делаем красиво украшение а для тех кто знает как вязать ушки есть множество способов один из способов это двойные ушки вывязывание полой резиночкой как в данном случае у меня сейчас показано как сделать жгутики есть также отдельное видео в общем все ссылочки на вязание уши на кто как делать помпончик из пряжи и то как делать жгутики я оставлю ниже под этим видео я надеюсь что у вас все получилось понравилось пару такой шапочки можно связать шапочку женскую которую есть на моем канале с подобным рисунок это для тех кто любит комбинировать мама дочка вот и все в общем получилась вот такая замечательная шапочка остается лишь только сделать вторичную тепловую обработку либо поддержать напаром над паром данную шапочку и меховой помпончик также лучше подержать напаром чтобы он приобрел красивую такую пышную форму и все далее вяжите снудик по желанию и не забывайте лайкать спасибо что оставались на моем канале всем хорошего настроения ровных петелек извините за темную пряжу пока пока